В период с 11 по 21 февраля во всех регионах Республики Беларусь состоялись заседания профсоюзных организаций с участием партнеров под говорящим названием «Мы вместе за Беларусь». В рамках встречи комиссии в собрании принята декларация в поддержку референдумам по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Такие встречи дают возможность еще раз обсудить новый проект основного закона и дать возможность высказаться каждому. Со стороны наших трудящихся мы получили поддержку, полное одобрение по, скажем там, многим нормам, которые вносятся в основной закон. Это сохранение исторической памяти, это сохранение социальных гарантий, это сохранение ответственности, то есть ответственности каждого за внесение своего вклада в сохранение и расширение этих гарантий. Как всегда у профсоюза стоит задача – это защита прав трудящихся. Конечно, это увеличение количества заключенных коллективных договоров у нас в области. Но мы достигли цифры в 59, ну и, конечно, будем стремиться дальше. Вопрос о создании первичных профсоюзных организаций у нас также стоит на контроле, и этот год у нас очень плодотворный. У нас 283 новые первичные профсоюзные организации. Город Брест смог создать 51, это очень хороший показатель. Ну и я думаю, что будем двигаться дальше. Безусловно, людей интересуют многие вопросы. Сохранение социальной гарантии и исторической памяти, а также что будет из себя представлять Всебелорусское народное собрание и кто будет в него входить. Декларация предлагает ответы на эти вопросы, а также призывает всем патриотически настроенные силы, общество объединиться и выступить единым фронтом. Коллеги и все присутствующие в зале полностью поддержали все позиции, предложенные в декларации. Время требует, чтобы мы внесли изменения в Конституцию, потому что время не стоит на месте, а постоянно есть обновления, как в самом обществе, так и в социуме. И то, что внесены изменения в конкретные позиции, это только говорит о том, что государство крепнет, и государство идет той дорогой, чтобы создать хорошие условия жизненные для граждан. С сегодняшнего дня, 22 февраля, началось досрочное голосование на республиканском референдуме по внесению поправок и изменений в основной закон. В ближайшие пару дней решится, в какой стране мы будем жить. Очевидно, что все новое лучше, чем старое, и изменения, внесенные в Конституцию, отражают современные реалии. Но каждый решает сам, как ему проголосовать. Главное – не оставаться равнодушным. Александр Богданович, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.